прекрасный вид добро пожаловать на программу смотровая площадка где я вместе с вами буду изучать литву любуюсь ее лучшими видами дорогие друзья меня зовут владимир царалан гамарар и начинаем с какой же смотровой площадке начать нашу первую программу и конечно нет никаких сомнений это должна быть столица рита литовской республики город вильнюс но дело в том что вильнюсе множество смотровых площадках площадок на которых мы с вами еще побываем и как же выбрать из этих из этого множества одну конечно многие из вас скажут что тут выбирать особенно жители вильнюса конечно нужно забраться на башню гидри миноса откуда открывается великолепный вид на весь город но что-то меня потянуло сюда в этот живописный уголок на окраине вильнюса где над вот этой вот излученной реки не рис раскинулся старинный памятник классицизма архитектурный комплекс верькайской усадьбы верькай или верки так называли его поляки и жители российской империи пожалуй самое старое в месте окутано древними и не очень легендами просто пропитана языческими масонскими и христианскими тайнами и обрядами поэтому его многочисленные сохранившиеся постройки и детали малой архитектуры охраняются верькайским архитектурным заповедником само название этой местности уже содержит древнюю легенду по преданию зафиксированному в различных летописях и хрониках литовский князь витянец или витинь как его называют белорусы кстати отец основателя рода гедеминовичей великого князя литовского гедеминоса охотясь однажды в этих лесах услышал плач разбуженного звуками охотничьих рогов младенца ребенок нашелся вот где-то вот в этом месте в этом лесу на огромном старом дубе в орлином гнезде давайте сейчас вот поищем это самое место по совету главного жреца витиня на ремонта который вероятнее всего был его отцом и специально подкинул вот в это гнездо своего сына он посоветовал князю взять ребенка на воспитание с тех самых пор то есть во время правления витянеца или витиня эта местность и получила название веркей от литовского глагола вяркте что в переводе на русский язык означает плакать ну а мальчик найденыш соответственно получил имя лиздейка от литовского слова лиздос гнездо позже лиздейка установят здесь языческий храм а еще позже когда в литве прочно установилась христианство здесь была установлена часть дворцового комплекса смотровая беседка наверняка игравшая роль масонского храма но об этом позже а сейчас вернемся к лиздейки которые будучи воспитанным при княжеском дворе своим тайным отцом жрецом извините за каламбур сам становится криви кривайте сам верховным жрецом языческой религии основателем ромовы литовского святилища перкунаса в вильнюсе кстати сегодня существует не у языческая организация ромува которую литва официально признала в 2018 году как религиозную организацию парадокс но в католической стране есть разрешена и языческая религия и вот цепь событий приводит нас от орлиного гнезда к основанию города вильнюс помните о чем мы с вами говорили в начале программы вильнюса еще не было и вот вам еще одна легенда продолжения которую многие из вас знают со школьной скамьи вы уже в курсе что обычно делали литовские князья в легендах правильно охотились и вот уже великий князь литовский гедеминос или гедемин сын того самого витяниса охотился не очень далеко отсюда тоже над излученной реки не рис но уже на другой горе и под устав прилег отдохнуть вот как об этом примерно говорится в летописи 16 века под названием хроника быховца и приснился ему там сон что на горе которую звали кривая а сейчас лысая стоит большой железный волк и в нем ревет как будто 100 волков было и очнувшись от сна своего он сказал волк у своему по имени лиздейко который был найден в орлином гнезде и был тот лиздейко у князя гедемина волхвом и наивысшим языческим попом видел я сон удивительный и сказал ему все что во сне видел а тот волк в лиздейко сказал государю князь великий железный волк означает что будет здесь столичный город а что у него внутри ревет то слава о нем разнесется на весь мир и князь великий гедемин завтра же не уезжая послал за людьми и заложил замок один на свинтороге нижний а другой на кривой горе которую теперь зовут лысый и дал имя тем городам вильна и так один жрец науськал одного князя воспитать найденыша а другой жрец найденыш науськал другого князя основать столичный град мало того лиздейко взял в жены сестру князя витяниса и согласно родовой легенде радзивилов стал основателем этого богатейшего рода великого княжества литовского который в 1518 году первым в государстве получил княжеский титул священной римской империи и знаете что на гербе радзивилов охотничьи трубы а девиз нам советует бог князья охотятся жрецы советуют ну вы поняли в конце 14 века король польши уже внук великого князя литовского гидеминоса ягайло принял христианство и папа римский урбан шестой признал статус литвы как католического государства в связи с этим знаменательным событием ягайло дарит селение велькей кому бы вы думали да епископом в начале она служила летней резиденции но со временем превратилась постоянное роскошное место пребывания вильнюсских епископов и первый их дворец в велькей был деревянным с каменными подвалами он находился на месте современного тринапольского монастыря но в 1658 году в битве под верками во время русско-польской войны деревянная резиденция сгорела после сноса развалин в 1700 году епископ веленский константин бжестовский заложил на его месте новый каменный дворец в стиле барокко его даже посетил царь петр первый вероятно когда крестил своего араба ганимала веленской пятницкой церкви бжестовский пытался убедить петра первого в необходимости толерантного отношения к униатам но это уже другая история в 1780 году велькейское поместье выкупил епископ веленский князь игнаций якуб масальский он был известным меценатом и покровительствовал знаменитому архитектору мартину к нак фасу и его ученику лауринасу гутявичу су которым поручил строительство нового дворца к нак фас выбрал именно это живописное место для строительства нового дворца и разработал его пространственную композицию пока к нак фас занимался дворцом лаврентий гуцевич или лауринас гуцевичус вступивший в масонскую ложу путешествовал с масальским по европе полтора года в париже слушал лекции по архитектуре и после возвращения из парижа занялся виркяйской усадьбой по его проекту был возведен шедевр в стиле классицизма резиденция епископа напоминала приносящую счастье подкову двухэтажный центральный дворец которому по бокам примыкали восточная и западная так называемые официны служебные здания и жилье для прислуги центральный дворец отличался торжественностью и роскошью в нем было несколько залов 30 комнат часовня казна большая библиотека музей театральный зал под куполом в котором в 1788 году показывали оперу женитьба фигаро во дворце оборудовали водопровод и газовое освещение архитектурный ансамбль вошли оранжереи павильон постоялый двор конюшни небольшая школа для крестьянских детей водяная мельница небольшая вилла и прочие здания всему этому гуцевич придал масонскую программу и масальский хотя и не состоял в ложе не противодействовал место масонских встреч в усадьбах часто служили подземные залы верках они были в главном дворцовом здании а также в западном флигеле все закончилось с восстанием 1794 года масальский слыл приверженцем российской империи выступал против повстанцев тадеуша костюшка и радикальные якобинцы повесили его в варшаве вместе с князем четвертинским без суда и следствия усадьба перешла во владение его племянницы елена и она его тут же продала накануне нашествия наполеоновской армии в веркей побывал еще один российский царь александр первый вот как об этом пишет автор мемуаров событий тех лет граф комаровский окрестности вильны прелестные государь всякий раз изволил ездить верхом с дежурным генерал адъютантом мне случилось показывать императору загородный дом называемой верки принадлежащий одному из графов потоцких где я был прежде с балашовым местоположение верки единственное на при высокой горе у подошвы которой извивается река вилья окруженная зелеными лугами с разбросанными по оной кустарниками по обоим ее берегам это место представляла вид очаровательный сию прогулкой указалось государь был очень доволен во время вторжения наполеона в веркей дислоцировались французские солдаты и принесли огромный ущерб дворцовому комплексу год спустя во дворце они же содержались там как военно-пленные дворец пришел в полный упадок так продолжалось до того дня когда в 1840 году поместье приобрел один из богатейших помещиков российской империи людвиг адольф фридрих зу сайн вингенштейн сайн а проще говоря декабрист светлейший князь лев петрович вид генштейн дворец и парк получили новую жизнь граф был женат на стефании радзивил после смерти которой он поселился в веркай со своей супругой именно граф вид генштейн по прошествии многих лет старался сохранить и возвратить ансамбль веркайского дворца и парк однако он не смог реконструировать центральный дворец поскольку он был слишком разрушен его пришлось снести до подвалов и эти подвалы а или как мы думали в детстве подземные ходы по которым мы лазили они сохранились до сих пор и где-то там вот существует сюда даже можно заглянуть именно здесь вот стоял вот этот вот дворец восточное здание для слуг превратилась в репрезентационный дворец к нему была пристроена башня и двухэтажный зимний сад в нем росли тропические растения бананы ананасы фикусы между цветниками и плодовыми деревьями были проложены дорожки действовал фонтан в клетках щебетали птицы звучал орган даже в холодные зимы в оранжерее поддерживалась температура плюс 16 18 градусов из несвежа была привезена коллекция радзивиллов картины знаменитых европейских художников бюсты знаменитых людей резные изделия слоновой кости и воинские латы также был перепланирован и парк период расцвета продолжался 30 лет а затем двадцатый век первая мировая вторая мировая советский период чего тут только не было приют и дачи животноводческое училище техникум школа по подготовке председателей колхозов настоящее время дворец передан введение академии наук литвы и центра исследований природы еще два слова парке он не сохранился в своем первоначальном виде в котором было множество экзотических растений и деревьев но все же в нем еще можно найти необычные для литвы веймутскую сосну большую западную тую платонолистные клены пенсильванские ясени берлинские тополя серый орех и одни из самых старых в литве лиственниц надеюсь вы поняли почему я выбрал именно эту смотровую площадку ведь именно здесь начиналась история вильнюса история города с величественным прошлым многоликой столицы великого княжества литовского северного иерусалима из северных афин совсем скоро на него будем любоваться в следующей программе с другой смотровой площадке дорогие друзья и чтобы не пропустить это следующее видео обязательно подпишитесь на наш канал а если вы подписаны нажмите на колокольчик а если вы думаете что вы все нажали проверьте еще раз и нажмите еще раз на колокольчик убедитесь что к вам приходят уведомления о новых видео и вы не пропустите очередную смотровую площадку дорогие друзья также я вас попрошу обязательно написать в комментариях что вы думаете а возможно что вы знаете о об этом чудесном месте о парке о виркайском парке возможно вы захотите узнать что-то больше ведь внизу внизу у нас колвария там тоже много тайн много всего интересного также дорогие друзья напишите возможно вы знаете какие-то другие смотровые площадки не известные нам и мы обязательно туда приедем и снимем для других зрителей наших репортаж а меня зовут владимир царалонга марар и сегодня я с вместе с вами смотрел на вильнюс со смотровой площадки верхней до следующей встречи на следующей смотровой площадке не путайте дорогие друзья со строительной пока а и 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